МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно постановлениям глав муниципальных образований, в Хабаровске движение лодок и катеров приостанавливается в границах городского округа с 28 октября. В Советско-Гаванском муниципальном районе навигация для маломерных судов будет закрыта с 5 ноября. Поэтому на данных территориях выход на водные объекты транспортных средств поднадзорных ГИМС МЧС России категорически запрещен. Стоит обратить внимание, что в каждом муниципальном районе решение о закрытии навигации принимается органами местного самоуправления в зависимости от климатических условий. Поэтому судоводителям надо внимательно следить за официальной информацией. Движение на других морских и речных водоемах еще открыто, но владельцам маломерных судов необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности. С приходом осени в эксплуатации лодок и катеров наступает наиболее сложный период. Это связано с понижением температуры воздуха и воды, усилением ветра и, естественно, увеличением волны. Кроме этого, во время ночных заморозков образуются забереги, становится все более вероятно обледенение корпуса маломерных судов, что способствует ухудшению устойчивости и маневренности на воде. В связи с этим судоводители должны неукоснительно соблюдать требования правил безопасности при эксплуатации маломерных судов. А именно, отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз погоды. Обратите внимание на силу и направление ветра. От этого зависит высота волны, причем на различных участках она может быть разной. Ознакомьтесь по карте с предстоящим маршрутом движения, наличием возможных мест убежища на случай ухудшения погоды. Проверьте укомплектованность плавательных средств согласно нормам снабжения, наличия спасательных жилетов по количеству человек, находящихся в лодке. Необходимо проверить запасы топлива, исправность судна и его механизмов. Время выхода в плавание и прибытие к месту назначения рассчитывать на светлое время суток. Также в целях безопасности при убытии из баз стоянок следует оставлять дежурному по базе информацию о предполагаемом местонахождении и сроках возвращения на базу, а также по возможности давать информацию о способе связи с судоводителем. В свою очередь дежурным по базе следует установить контроль над выпуском судов плавания, при этом особое внимание следует уделять на укомплектованность судов спасательными средствами. Также инспекторы напоминают владельцам маломерных судов о соблюдении правил постановки судов на зимнее хранение. Помните, правильные и грамотные действия помогут вам сохранить жизнь, здоровье и имущество. Телефон пожарно-спасательной службы 101, единый номер вызова экстренных служб 112.